Привет, друзья! Меня часто спрашивают, а как там борьба за наши интересы, потому что мы-то сами интересы свои не можем отстоять, потому что слабые немножко и неумелые, сильные, но иногда слабые. Как идет борьба за наши интересы в Европарламенте, во всяких европейских институциях? Я вам скажу так, что борьба идет с переменным успехом, надо держать ухо в остро. Обычно наши начинают и выигрывают. Российские власти очень открыты касательно целей этих дезинформационных кампаний. Официальные доктрины российских СМИ или же высказывания российских топ-журналистов гласят, что фальшивые даты, фальшивая информация и дестабилизирующая пропаганда являются легитимными инструментами. Я буду иногда прерывать, вы понимаете, ведь он на самом деле говорит правду. Я иногда посматриваю одним глазком российские телеканалы, и там очень часто это говорят, и российские топовые журналисты говорят, дестабилизация, дезинформация, это наши легитимные инструменты. Вот вчера по России 24 видел, они говорят, чем больше фейков, тем лучше. Если поверить опросам, то выявляется, что российская дезинформация может быть осуществлена очень даже успешно. Поэтому нам нужно стараться разоблачать эту пропаганду. Я тоже присоединяюсь этим аплодисментом. Наш человек. Да, вы правы, так как если мы не будем бдительны, то фейк-ньюс станут правдой, а правда превратится в фейк-ньюс. Если бы ЕС не был так демократически силен, то никто не хотел бы напасть на нас с фейк-ньюс. Именно потому, что мы демократичны, поэтому и мы подвержены атакам, не потому, что мы европейцы. Подразумевается, что, и нас это не может не радовать, что подкрутят немножечко гайки слишком много демократии. Я уже не первый раз это слышу, и от президента нашего Порошенко слышал, что вот из-за того, что слишком много вот этой демократии и свободы, вот от этого, знаете, и все. И используют они, используют. Слишком свободный мир. Вот если бы немножко был несвободный, тогда бы уже не использовали. В случае с Россией мы не говорим о враге. Хотя иногда Россия с нами обходится так, как будто мы являемся ее врагом. Выделяются миллиарды. Существуют телевизионные передачи на многих языках. Есть списки, как именно можно распространять фейк-ньюс. И это все проблематично. Есть списки даже, как распространять дезинформацию. Но он не показал. Я думал, что просто в руках список. Не, не показал этот список, но ничего страшного. Но мы, в лучших традициях джентльменов, поверим на слово. Всего лишь 17 людей работают в такфорс. Всего 17 людей против миллиардов евро, которые выделяет Россия. У нас проблема. Штат маловат. Маловат штат тех, кто борется с фейками неправдивой информации. Надо расширить штаты. Я думаю, за счет стоп-фейк можно украинского расширить. Потому что в Украине их все равно уже никто не смотрит. Судя по отписке. А у них отписка улучшилась. То есть как, если в прошлом месяце отписалось 100 человек, то в этом месяце отписалось 50 человек. Таким образом уже на положительные выходим показатели. Вот, их можно туда оплатить. Это все. Да и все. Распространяется ложная информация. Крадутся контакты e-mail. Мы должны серьезно на это реагировать. К примеру, в Каталонии выявили, что более чем 4500 ботов работали над тем, чтобы дестабилизировать Каталонию. Там на самом деле пытались показывать танки, которые вводятся в Барселону. Но эти танки были только фантазией автора. Пропаганда является угрозой для демократии. И это на самом деле так, друзья мои. Это абсолютная правда. Но только вот тут маленькая-маленькая загвоздка. Вроде бы как. Потому что не доказано, чьи это были боты. Ну, российские. Не доказано, значит, российские. Мы что, дураки, что ли? Дорогие коллеги. Я думаю, что мы уже все давно знаем, что не только пропагандистские СМИ России, а еще и части российской политики нацелены на то, чтобы способствовать поляризации и разделу общества ЕС. О, это наша старая знакомая, Ребекка Хармс. Ребекка Хармс, партия зеленых. Она плоховато выглядит, вроде бы как. Но она всю жизнь на дружбе. На дружбе то сбют она была. В общем, наш человек. Демократические дебаты должны быть подорваны. А скептика ЕС должна быть усилиза. Фейк-ньюс в соцсетях стал очень хорошим средством для этого. О, Ребекка Хармс, это наш человек. Плоть от крови или кроть от кроти. В общем, она на самом деле, она никогда не писала фейки. Она вот собирала, когда деньги для жемчугова, того самого, который что-то мастырил, и у него в руках взорвалась бомба. И он рук лишился, да, а потом рассказал, что подорвался на растяжке, под всей видимостью шел на руках, а потом получил героя Украины, а сейчас является знатным парахаботом. Да, так вот она, когда собирала для него деньги, она рассказывала, что он просто мирный шахтер, мирный человек, и все. Очень интересно еще то, что Кремль систематически поддерживает антиеврейские партии, правых экстремистов, популистов, и поддерживаются левонационалистические партии. Честно вам скажу и откровенно, что я поддерживаю Ребекку обеими руками. Если бы она еще показала антиеврейскую партию, ну, кого именно она имеет в виду, то я бы вообще просто зааплодировал. Давайте так, зааплодируем. Мы это почувствовали во время Брексита. У нас есть доказательства таких действий во Франции. Также в немецких выборах намечалось очень интересное сотрудничество между ботами из Нижнего Новгорода и движением альтернативных правов из Америки с целью усилить позиции альтернативы для Германии. Могу понять, о чем это она. Какие боты из Нижнего Новгорода? Ох, Ребекка, молодец. Разроет то, чего никто не знает. Как мы можем противодействовать? Мы должны не то, что нанести удар по Кремлю, а просто эти дебаты должны способствовать тому, чтобы усилить наше демократическое общество. Все наши. Мне приятно, приятно это слышать, потому что, знаете, когда единство есть, то это классно. Это что-то такое вот из детства. Даже смотришь, и все единогласны. Спасибо, господин президент, дорогие коллеги. Российская пропаганда распространяется, и это очень опасно. Мы должны усилить нашу контрстратегию. Но эта контрстратегия ни к чему нам в странах, где само государство является потребителем российской пропаганды. Правительство Венгрии в последние годы постоянно поддерживало Россию. Не только политически и экономически, но и в других отраслях. Вот тут я поддерживаю. Может быть вообще необходимо заменить правительство Венгрии. Венгерское правительство распространяет русскую пропаганду внутри Венгрии. Каналы, которые распространяют фейк-ньюс, такие как Russia Today или Sputnik, являются опасными. Эти фейк-ньюс распространяются не только по этим официальным каналам, а и онлайн. Тысячи троллей распространяют против фейк-ньюс и дезинформацию. Такие СМИ получают поддержку в Венгрии, а также в других странах членов ЕС. Политически независимые СМИ просто пропадают. Но, как по мне, так маловато сказано о русских агентах внутри самого Европарламента. Вот это очень важная тема. И когда я уже думал, что не скажут, сказали. Один коллега сказал, что надеется, что после следующих выборов тут не будет русских агентов. Я вам скажу, что тут уже есть русские агенты, которые уже и на прошлых выборах были активны. Многие люди умерли за демократию и свободные выборы. Поэтому мы должны защищать демократию и назвать политиков, которые работают вместе с Россией, предателями. И лучше даже вывести их и расстрелять, да и все. Ну, хрена ли церемониться. Я за. Очень жаль констатировать тот факт, но даже тут, в этом зале, есть люди, которые стали инструментом российской пропаганды. Давайте думать про украинцев. Это очень четкий пример. Мы знаем, что боты и тролли распространяют мнение, и очень много граждан верят этому, что Украина сама виновата, что Россия взялась за агрессию. Я читал тоже такое мнение. Бот какой-то мне написал в комментариях. Я как прочел, ну и сразу практически поверил. Мы должны действовать решительно против российской пропаганды. Я призываю Европейскую комиссию и все страны ЕС обработать эффективную стратегию для противодействия этой пропаганды. Вот это вот миндальничание, обработать какую-то стратегию, закрыть все средства массовой информации, кроме тех, которые разрешены. Ну, я полагаю, вот это именно оно. Оно? Ну да? Такое чувство, что Кремль уже давно решил, что ЕС является врагом российских интересов, и поэтому относятся к ЕС именно как к врагу. И точнее, Россия использует именно все средства для этого. Но мы должны констатировать, что, видимо, Россия не рассматривается в качестве настоящего врага. И поэтому мы не противодействуем достаточно. Нам нужна эффективная стратегия и контр-пропаганда. Это меня тоже волнует. До сих пор Россия не рассматривается в качестве настоящего врага. Тоже на самом деле волнует. Но вы знаете, что даже когда у тебя отара здоровых овец, вот всегда паршивая найдется. И начинается. Я не хочу защищать российский режим, но я очень скептически отношусь к постоянным обвинениям в обмешательстве в выборы в США и в ЕС. Нет никаких доказательств по этому поводу. Именно те, кто хотят противодействовать фейк-ньюс, вести цензуру в интернете, являются распространителями фейк-ньюс и желают возобновить холодную войну. О-о-о, махнуло. Как говоришь, вспомнишь про агента. А вот и он. Не хотел бы обвинять эту женщину, но, думаю, была бы она в Украине, уже бы СБУ к ней. Привет, привет. Давайте быть осторожными. Говорят, что было влияние на Брексит или на, скажем так, демократический взрыв в Каталонии. Но объясните мне, пожалуйста, одно. Вы что, на самом деле, так далеки от народов Европы? Что вы думаете, что они выбирают то или иное, только потому, что Москва повлияла на них? Вот именно этот вопрос меня волнует уже очень-очень давно. Когда рассказывают, что российская пропаганда выбрала Трампа, еще что-то, я о себе думаю. Они что, реально, такие тупые, что у них нет собственного мнения? Наоборот, вот я считаю, что когда они выбрали Трампа, несмотря на вал грязи и дерьма, которая летела из тех СМИ, который Трамп, кстати, назвал фейк-ньюс, вот это показатель того, что у людей есть своя голова на плечах. Почему считается, что какой-то бот, который вылез у меня в комментарии, впрочем, о чем я? Все правильно. Все правильно. Так и есть. Бот вылез, написал, я и это самое, проголосовал. Глюпий. Господин президент, мы говорим сегодня, во-первых, про фейк-ньюс. Фейк-ньюс стало определением борьбы мейнстрима с ненужными фактами и мнениями, которые они хотят дискредитировать. Во-вторых, мы говорим сегодня о России, из которой эти же мейнстримы создали козла отпущения и обвиняют во всем плохом во всем мире. Поэтому сегодняшние дебаты про российские фейк-ньюс являются для мейнстрима Рождеством и Пасхой одновременно. Я и так не могу остановить ваши тирады прорусских, правых популистов и якобы необходимую регулировку мнений, имеется в виду новый немецкий закон. Это лицемерие в чистом виде, так как этот парламент собирается провести предвыборную кампанию в 2019 году в своих интересах. Собственные слоганы госслужащие ЕС качествуют участников предвыборной кампании, которые создают свои же собственные истины. Девиз «Качественные новости должны быть поддержаны правительством». Это пропаганда в чистом виде. Те, кто делают такое, не имеют права жаловаться на якобы вмешательство России в выборы. Если госпожа Кальните говорит про право на свободное выражение собственного мнения, то я предлагаю просто хотя бы посмотреть на новый закон Германии. Зачем говорить о далеком, если зло стоит рядом? Ну и он добавил в конце, давайте не будем бросаться, живя в хрустальном домике, камнями. Что с него взять? Я четко вижу, что этот человек на прикорме у Кремля. Я это четко вижу, потому что он из-за альтернативы для Германии. Опа! Все! Раскрылся консерва. Дорогие дамы и господа, я сейчас слушал вас очень внимательно. И у меня чувство, что я нахожусь в Центральном комитете СССР. Слышны те же самые выражения. И что журналисты не будут допускаться к чему-то. Что у нас есть враги нашей социалистической демократии. Мне 75 лет. И я точно помню эти слова. Это все было во время СССР. Это он старый, потому и бредит. Потому и бредит. Вообще не похоже. Я не вижу ничего похожего. Там вот это вот, наши идеологические враги. Не вижу. Не. Как говорил Эйнштейн, две вещи бесконечны. Вселенная и человеческая глупость. Хотя насчет вселенной я не уверен. Так называемая российская пропаганда, это на самом деле бесконечная глупость. Испанский глава МИД сказал, что Россия вмешивалась в выборы в Каталонии. Мы ждем до сих пор, чтобы были предоставлены данные этого вмешательства. Кабальеро верят друг другу на слово. Повторяю. Спасибо, господин президент. Эти дебаты базируются на фальшивых фактах. Бывший голландский министр не мог назвать никаких четких примеров вмешательства России в выборы Нидерланды. Вмешательство делает Европейская комиссия. Это запрещено, но это происходит во время выборов в Италии, Испании, Великобритании. И он кер же говорил, что просто не может быть демократического голоса избирателей против ЕС. У людей очень мало доверия к Брюсселю. Демократия не интересна Брюсселю. Новые законы цензуры не приведут ни к чему хорошему. Ни для СМИ, ни для граждан, ни для свободного выражения мнения. Господин президент, мы должны выбирать между этим Европейским Союзом и нашей свободой. Я уже выбрал. Спасибо. А так и хочется ему сказать. Чемодан, вокзал России. Не нравится тебе в Евросоюзе? Пошел в РФ. Я потом думал, что подожди, ты уже европейец, ты чужой у нас проведен. Неправильно, короче, европейец. Ну и следующий, это вообще уже, ему ватника, знаете, следующему не хватало. И красной звезды. Ушанки. Ух, надеюсь, что его проверят все-таки. Или не проверят. А нет, это же европейское общество. Там же можно иметь свое мнение. Господин президент, дорогие коллеги, я себя чувствую опять в 80-х годах. Бойцы холодной войны проснулись. Транс-Атлантики опять тут. Господин Кин, если вы уже говорите о неправильных фактах и числах, которые распространяет Россия, тогда покажите, когда Россия распространяла неправильные числа и факты. Я следил за войнами в Ливии, Афганистане, Сербии, Ираке, Сирии. Во время всех этих войн я видел, что неправильно вещала именно наша, транс-атлантическая пресса. Но не русская пресса, как РТ или спутник. Я имел возможность поехать в Сирию и убедиться, кто на самом деле вещает правду. Почему вы не такие сильные, чтобы идти навстречу России, искать диалог с ней, вместо того, чтобы начать войну пропаганды? Будущее Европы, свободных отечеств, должно быть совместно с Россией, а не с США. Ну как это резюмировать? Можно сказать одно, что, знаете, большинство все-таки еще крепкое. Но вот плохо то, что в Европе еще можно высказывать свое мнение, знаете, которое может противоречить мнению большинства. Вот что нет, чтобы так решить. Большинство и все, и вперед, знаете. А я говорил, я говорил, что когда какой-то на самом деле имеющий место быть факт начинают гипертрофировано раздувать, этот факт может превратиться просто в какую-то смешную штучку, над которой на самом деле все будут смеяться. Да. Вот не вышло ли или не выходит ли то же самое пока что с российской пропагандой и с россиянами, которые вмешиваются во все. Вплоть до выборов какого-то там забитого района горной местности. Ну все, я надеюсь, вы меня поблагодарите за то, что я вам показал, что происходит, не вырывал ничего из контекста. Все как есть, показал, знаете. Большинство это большинство, но что-то много начинается каких-то вопросов, да. Слишком много. Нет, чтобы все были как Ребекка Хармс. В общем, подписывайся, и будет много еще чего интересного. Пока.